ждем включения замечательно нильс ну наконец-то наконец-то удалось вас получить на наш вебинар это очень большая честь для нас потому что продукт белурон он имеет уже культовый статус в компании и масса вопросов возникает масса вопросов поэтому не буду уже больше томить наших слушателей пожалуйста расскажите про тенденции какие на сегодняшний день есть вот в этом в этом сегменте гиалуронной кислоты с одной стороны а с другой стороны расскажите в чем специфика в чем особенность биоусваиваемости гиалуронной кислоты содержащихся в продукте белурон добрый вечер всем участникам вебинара из германии надеюсь что меня слышно я не имею обратную связь поэтому если что-то обращайтесь к админам так мне было предъявлено просьба вам что-то рассказать в чем отличается наш белурон в чем он с точки зрения гиалуронной кислоты уникальный само собой есть несколько моментов которые все я вам не скажу не скажу потому что собираюсь сохранять нашу коммерческую тайну потому что это нам удалось уже 15 лет другие не смогли приобрести ту же самую формулу которая которая у нас есть и это нам даст достаточно стабильность на рынку но все равно есть какие-то моменты которые вам могу доложить во первым на рынку появляется 22 вида гиалуронной кислоты которые можно пероразно принимать это в виде порошка и вторая форма в виде жидкости они на рынку относятся где-то 9 90 процентов порошок и очень маленького изделия на в жидком виде как в том числе и наш белурон к сожалению порошок имеет один недостаток я обыкновенно когда делаю читаю лекции для врача по и о использовании белурона показываю в начале лекции поставляю магнитную мешалку с водой температуры 37 градусов и где стараемся разбавить в течение моего доклада хоть один грамм гиалуронной кислоты в этой воде но это оно нам не удастся не удастся за час их два может быть где-то за 5-6 часов что-то там растворится то значит очень высокая степень нерастворимости в чистой воде я не говорю уже о воде потом в которая находится в кишечной системе потому что о эту воду конкурирует все пищевые следующие пищевые продукты которые хотят разбавиться в воде то значит мы в чистой воде тяжело сможем распустить разбавить гиалуронную кислоту поэтому это очень важный момент форма мы прикладываем довольно много работы до того чтобы подготовить гиалуронную кислоту для усваивания в организме в жидком виде там идет за для этого физикально-химическая обработка самой гиалуронной кислоты это все в процессе изготовления билурона это если мы уже посмотрели что как конкурент останется только жидкий препарат на рынку то есть немного мы обнаружили до сих пор два которые где стараются сделать какую-то похожую непохожную копию билурона причем здесь возникает второй момент то значит если говорим о порошку и жидкости так второй пункт очень важный для того чтобы оценить гиалуронную кислоту это длина молекулы если помните предыдущий вебинар два года назад или в алтай если посмотрите он на сайте еще сохранился то там я показываю каким образом мы разные длины молекулярные молекулы гиалуронной кислоты проверяли на мишах где смотрели влияние подачи перуральной кислоты на атроз на влияние на атроз у мышей и там в этом процессе разработками не помню уже точно это много лет назад но где-то 270 280 разных экспериментов сделали пока обнаружили оптимальную длину которая сама у себе хорошо входит в кровь то значит осваивается вот эту длину мы на сегодняшний день используем для белурона но и третий такой самый важный момент это в момент определить или сделать ему такие условия чтобы он легко проходил через через эти в кишечнику через эти маленькие дырочки через которые осваиваются разные длинные молекулы для для этой цели мы приобрели одно один процесс изготовления в котором мы влияем на трех пространственный систем молекулы гиалуронной кислоты если грубо сказать то из широкой молекулы трех структурные молекулы мы делаем узкую узкая она лучше проходит через через эти отверстия в кишечнику и встасывается в кровь то значит это такой третий момент в котором мы отличаемся от остальных и само собой если посмотреть или пряжковые или жидкие форме то если посмотрите количество которые в ежедневной дозировке то мы отличаемся на 10 порядков выше чем чем остальные эти это количество у нас такое не не знаю помните или не что в ежедневной дозировки в ежедневном приеме белуронов этих 30 миллилитров находится порядка 25-30 инъекций которые подают врачи в суставе то значит ежедневно если если это посчитать за 30 дней за полную за полный прием белуронов в течение месяца мы принимаем где-то 900 порядка 900 инъекций для суставов но и последний момент когда мы начали еще разработки белуронов мы начинали только с чистой гиалуронной кислоты в течение развития препарата мы обнаружили что гиалуронная кислота она в чем уникальная когда мы достигаем определенные количество в суставе ежедневным приемом всегда повышается несколько на несколько процентов содержание в ликворе и когда он получает определенный момент начинается так называемая пролиферация хрящевых клеток то значит эти клетки начинают и хотят размножаться размножаться и отстранять боль в виде артроза это чтоб чтобы они могли расти и размножаться им надо еще строительный материал строительный материал который если он не будет участвовать в этом деле то клетки не не имеет возможность делиться и и расти поэтому мы решали где-то наверно уже 10 лет назад соединить две молекулы вместе то значит гиалуронную кислоту подавать на сразу же с кондроитином кондроитин это стройматериал который биологически более неактивен но он зато нужен для стройки новых клеток то значит если так надо так еще сказать при этом кондроитином сегодня уже есть несколько мета студии мета студии это такие которые разработают и смотрят что уже сделано было в мире и там однозначно доказательства есть что кондроитин сам по себе не работает хоть он и очень сами продаваемый хондропротективом в мире сейчас еще поэтому надо будет наверно еще делать ликбез но он работает только тогда когда были клетки и хрящевые обработаны прежние ним гиалуронной кислотой то значит гиалуронная прием гиалуронной кислоты он подготавливает клетки клетки к размножению растению и переработке хондроитина то значит я для этого уже несколько сегодня есть и ряд доказательств имеем мрт по суставам пред аппликациям гиалурона и после так поэтому если еще раз соединить все в одном управлении то значит можно сказать что мы наше преимущество в том что мы имеем жидкость мы имеем определенную длину молекулей которая которую мы не публикуем и кстати много наших вещей совсем не подлегают публикации они просто у нас не патентуем их просто ложим в сейф как это таким образом мы храним все типом кока-кола то знаем у нас есть определенная длина молекул и определенные трехразмерные структуры и есть достаточное количество для приема чтоб организму обеспечить достаточно гиалуронной кислоты во всех суставах потому мы можем много но единственное что не сможем на сегодняшний день мы не сможем гиалуронной кислоты сказать чтобы она попала в левую коленку они равномерно раскладываются во всем организме поэтому надо два-три две-три недельки подождать пока реализуется его активность так думаю что на сегодняшний день это есть с моей точки зрения все для объяснения новых тенденций в гиалуронной кислоте и если у вас есть еще вопросы пожалуйста и передаю назад сергею слушно или не слышно я не знаю теперь у меня там обратной связи нет наверное я должен